Вот такой красивый рисунок получается, когда красишься с вот этим кушоном с оливкой, который я вчера показывала в покупках от Wildberries. Вот он этот кушончик, у меня еще это фирма, офигенные патчи тоже с оливкой. Так, пришли мне вот эти консилеры с большими буковками на весь тюбик, и пришли мне теперь они под вообще третьей какой-то фирмой, вот такой вот, Young May. Короче, я заказываю уже такие консилеры в третий раз, и на сей раз мне пришли цвета 0,3, и, ну, на тюбике, на коробке 0,3 и 3. Нет, там и там 0,3 и 0,3, нет. Может показалось мне почему-то. 0,3, 0,3. Ладно, не суть, не суть. В общем-то, это теперь и потому, что в прошлый раз, там, где написано сейчас Young May, у меня было написано Sparkle, а еще до этого было какое-то еще другое название. Я же думаю, что это они не цвет имеют в виду, а это фирма, я так понимаю. Ну да. В общем, я думаю, что у меня был цвет второй, и был первый цвет, по-моему. Ну вот, ну второй точно, первый не помню, по-моему, первый и второй цвета у меня будет. Это третий, этот темнее. Ну посмотрим, в общем, посмотрим, как будет он в использовании. На 9, что хороший. И должны мне прийти еще 2 набора помад. Один набор, там будет 5 маленьких помадок, а во втором наборе будет 3 тинта матовых. Или наоборот, не помню. Или 5 матовых тинтов и 3 маленькие помадки, я очень не помню. Помню, что 8 помад идет. Вот, и опять мне придется их получать отдельно. Почему придется их получать отдельно? Блин, да потому что я сделала заказ на 11, скажем так, единиц. Ну то есть я должен был прийти 2 вот таких хайлайтера, да, это уже 2. Давайте вот так поближе. 2 вот таких хайлайтера, это уже 2, да. Дальше мне пришло, уже, значит, 2 вот эти помады, которые мне еще не пришли. Дальше я заказала кушон, я заказала хайлайтер, вот этот с Мерлин Монро. Я заказала 1, 2, 3, 3 туши, это уже 9. Я заказала 2 тональника балетов, вот вам 11 пунктов, 11 наименований. Я вот это все заказала, я все заказала в 1 день, 1 куча, и даже если они шли нога в ногу, вот так вместе. Вот, там где-то 4 наименования пришли, должны были прийти со 2 по 4 все остальное. Ну, блин, со 2 по 4 все остальное, с 3 по 5, да. Половина в такую дату почему-то, половина в такую. В итоге, 1 тушь, сначала пришла 1 тушь. В 1 день все заказала, все в 1 день. И вот это, и сидишь, ждешь потом курьера по кусочкам. Мне уже иногда почему-то бывает стыдно, непонятно, за что мне может быть стыдно, почему я так говорю, да, потому что, блин, а за что мне может быть стыдно, это же не я так дебиленно заказываю. Вот, и какая, в принципе, с другой стороны разница, если, если я все равно, ну, как сказать, если я клиент, я все равно заказываю, я плачиваю, они за это получают денежку свою, за свою работу, какая им разница, как я это заказываю, и как мне это довозить. Но все равно как-то мне бывает неловко почему-то. Дальше, следующий момент, значит, сначала пришла 1 тушь, вот эта синяя. Потом мне привезли еще 2 туши, хайлайтер, кушон, вот эти 2 тональника балет. О, как-то так. Так, сегодня 2 консилера, и я не удивлюсь, если завтра, ну, может, послезавтра привезут мне эти 2 набора с помадами. Пока что это все, но уже где-то на следующей неделе или еще через неделю я начну заказывать следующую партию косметоса, ухода, и я еще буду заказывать уже подарочки. У Дамира скоро день рождения, у него день рождения 10 июня, и особой, как бы, возможности походить самой по магазинам у меня на данный момент нет. В общем, как-то так. В больницу, если что, сходила, все окейно, все нормально у меня. Вот, я планирую еще сходить в больницу, вот. Снова. Скорее всего, я сделаю записи на сегодня, либо на вечер, либо я в больницу отправлюсь уже завтра. Нужно посмотреть, что у меня по времени, и что там с записью, вот. Если что, я не болею какими-то неприличными заболеваниями, у меня все нормально, вот. Все, это окейно, все в порядке нормы и в порядке приличия, вот. Просто не хочу делиться. Вот так вот. Просто некоторые мне тут рассказывают, вот ты всю душу наизнанку, ты все показываешь, как вы живете. Не показываю, не показываю. Если кому-то кажется, что я рассказываю полностью, как мы живем, показываю все-все-все, нет. Нет. Скажем так, я 70% того, что у нас на самом деле происходит, не показываю, если не больше. А то, что остальное показываю, это то, что осталось. Это то, что и так понятно. То, что мы сходили, например, во вкусный точка, киевси, в Тануки, или вот тут вот у Тарифа зашли, шашлыка покавали. И там пританцевали. Вот, и так далее. Если я об этом рассказываю и показываю, то мне этим не стоит на поделиться. И меня там и так могли видеть люди. Я не скрываю это. Ну, я ходила, например, туда, да, а что скрывать? Меня там и так местные могли видеть. И туда много кто ходит. Что скрывать? Или, например, если мы пошли гулять, как его, если мы пошли, например, гулять на набережную. Ну, что я буду скрывать это? Ну, пошли гулять на набережную, да, гуляли там, да, нас там видели, на сити-центре, например, гуляли. Ничего в этом такого я не вижу. Или, например, какие-то истории в духе вот этого педофила, который пришел на площадку. А почему я должна это скрывать, тем более, что потом его посадили и писали об этом в газетах? А почему я должна это скрывать? Или, например, про того мужика, который ходил с фотоаппаратом и фотографировал почему-то детей. Так его в тот день все видели, и даже двое мужчин, папа девочки одной и его друг. Как шикарно, у меня заработал будильник и вырубилась камера. Привет, монтажу. В общем, так это видели. За ним погнался папа девочки одной и его друг. Смысл, не хочу, я буду это скрывать, но это было. Ну это было, что мне скрывать? Вот. Дальше что? В общем-то, такие вот эти все моменты такие. Ну типа, а что я еще буду? Или что там я купила? Ну у меня кто-то в магазине точно так же видит, видит, что я покупаю. Я эти моменты не скрываю, я чем-то хочу делиться, я делюсь этим. Или мы там на утренник ходили там в кафе, показывая, как сходили на утренник. Куда ходили, в кино ходили там, зачем, что, как, почему. Вот. На какую премьеру. Или там, что дети там во втором классе, они пиццу делали. И мне безумно понравился этот утренник. Я прям сама кайфанула. Я прям с удовольствием. Настолько классный был этот утренник, мне настолько он понравился. В третьем классе у них был утренник. Ну честно? Ну хуже, короче, хуже. Вот если бы поменяетесь, вот у них в первом классе был такой утренник. Да, ребенку понравилось. Они ходили там, короче, была премьера про 13 месяцев. В общем, рассказывалось про то, что месяцев на самом деле не 12, а 13. Что один, значит, какой-то там чувак тоже хотел стать месяцем, братом месяцем. В общем-то, он решил для себя подукрасить какое-то время, там, да, сделать там или 13 месяц, или что-то такое. Вот, или он решил потом сделать целый год себе. В общем, я не помню. Я не помню, в чем там была фишка. То ли он хотел стать 13... То ли он брат 13 месяц, который очень шкодный, и его как бы лишили его прав каких-то. То ли... Я не помню, в чем там заключалась фишка. Но, значит, он решил сделать лето. То ли на весь год, то ли на вот этот один 13 месяц. И, значит, он отправился к Египетской царице. Вот. Она, значит, пробудилась. И, в общем, ну, сказка там была. Да миру понравилась эта сказка. В принципе, сказка неплохая. Но по уровню, по уровню как бы того, насколько... То есть она по возрасту показана детям. Мне кажется, что вечеринка с тем, что они готовили пиццу во втором классе, более какая-то веселая, более какая-то драйвовая, классная. Более по возрасту, нежели чем на данный момент, нежели чем вот эта вот была сценка. То есть они, например, ходили в театр в первом, во втором там классе... В первом классе, во втором, сказала. В первом классе они ходили в театр на Новый год, на представление, на елку. И, в принципе, как бы вот этот вот утренник в третьем классе был очень даже в стиле. Меня очень расстроило то, что на Хэллоуин так никто не собрался, никто не пошел. Мы собрались и сами поехали на вечеринку по итогу, потому что ребенок хотел это самое. У него были желания, чтобы поехать. Класс почему-то не отреагировал должным образом. Но, опять же, тоже, а что я должна здесь скрывать? Я рассказываю блог о своей жизни, это часть моей жизни. Детские утренники моего ребенка, куда мы поехали или не поехали, и дни рождения его друзей тоже в коей-то степени это часть моей жизни, раз уж на то пошло. Вот так вот оно произошло, и поэтому оно это часть меня, часть моей жизни, часть того, что со мной происходит. Я не снимаю чужих детей по большей части, да? Ну, то есть я их снимаю на утренниках периодически, когда... Но в основном-то я снимаю Демир, они там где-то бывают мелькают, вот. Но я не делаю их главными героями своего сюжета, скажем так, вот, на своих видео. И, опять же, если, то есть к нам кто-то там в гости приходит, я не сижу, или там Демир пошел с кем-то гулять, или там к нам какие-то друзья пришли посидеть, я не делаю их из этого сюжет, скажем так, я не снимаю. Я могу об этом рассказать, но я не снимаю об этом. Было бы странно, если бы кто-то пришел к нам в гости, начал с нами разговаривать на какие-то наши там личные темы, на какие-то моментики наши, да, я сяду и начну только снимать на камеру. Можно, конечно, сделать какой-то небольшой сюжетик, я так иногда делаю. Можно, конечно, взять и ускорить там видео, убрать звук. Я так тоже иногда делаю. А иногда не делаю. Иногда беру и просто рассказываю. Там, что вот то-то-то делали, там-то-то были. То же самое, когда ребёнок там с каким-нибудь другом. Что я сяду и в тупу буду. Просто нам рассказывают, что у нас нет друзей. Ну вот пришёл к ребёнку друг. Я что, должна сесть и в тупу начать снимать своего сына и чужого ребёнка, а потом выставлять на ютуб? Это было бы очень странно. Бывает, что иногда несколько секунд там мельком где-то я что-то могу подснять. И мне приятно, мне память, и ребёнку приятно, ему память. И это, как бы скажем, не сильно нарушает чужие права. Ну, какая красота. Блин, не успела. Вот такая была картинка красивая, осенняя такая тропиночка. Вот как мы с Дамиром ходим периодически по такой вот дороге, ну, можно сказать, заброшенной, железной. И там по бокам вот так вот деревья. В общем, она очень напоминает ту, по которой мы ходили, но это очень красиво сфотканная. Вот. В общем-то, в общем-то, о чём я? В общем, вот такая вот история. Поэтому, конечно же, конечно же, я не снимаю абсолютно всё, что у нас происходит. На самом деле, у нас есть круг общения, у нас есть друзья, у ребёнка есть друзья. Я замужем. Вот. У меня всё замечательно. Я не в разводе. У меня всё хорошо. Мы живём нормально, не ругаемся и так далее. Но просто я не снимаю абсолютно все сюжеты там с мужем, с ребёнком, с его друзьями, с нашими какими-то общениями, посиделками, гульками и так далее. Не знаю я, блин. Как-то так. Было бы странно. То есть, да, муж пришёл, уставший с работы, а я буду ему в лицо камеру тыкать. Просто была у нас тоже тут одна дама, с которой мы уже не общаемся. И она мне сразу не внушила доверия. Я с ней сразу решила не общаться. Рассказывала они, как она меня уговаривала, чтобы она, короче, с нашим ещё одним знакомым сходила погулять с Дамиром на море. Типа я вижу человека первый раз в жизни, она думает, что я доверю своего ребёнка, чтобы она погуляла с ним и с ещё одним товарищем на море с ним. Да сейчас! Ну это ну настолько, но я не знаю просто, кем надо быть, чтобы доверить своего ребёнка человеку, с которым ты только что познакомился. Рот, его только что представили. Вот. Естественно, нет. И, в общем-то, в общем-то, она такая говорит, у вас всё плохо, потому что, говорит, вы всё время все в телефонах. Ну, блин, современные люди, чё поделаешь. Это самое. И потому что, говорит, у тебя мужа мало на твоих видео. Вот если б мужа было много на твоих видео, так же много, как у тебя и ребёнка, тогда, типа, у вас, значит, в семье всё хорошо. А если мужа мало на видео, значит, у вас всё плохо-плохо. Но это неправда. Почему он должен? Он одобряет мою любовь к Ютубу. Он сам мне предложил завести канал, если мне это так нравится. Это моя отдушина, это моё хобби. Но он не хочет сниматься в каждом моём видео. Мы сидим с Дамиром, например, разучиваем песню к музыке. Мужу тоже нужно присесть и присоединиться. Еёственный раз, когда у меня конкретно пропал голос, и я вообще не догоняла, как можно спеть эту песню. Я болела, мне было плохо. Я говорю, Вова, выучи с ним эту песню, спойте, дойдите до какой-то мелодии с ним. И тогда Володя пел вместе с Дамиром песню. Потом мне уже стало полегче, я подвыздоровела немножечко ко мне, подвосстановился голос, и мы уже с Дамиром тренировались. Я просто не снимала этот момент, что Владимир репетировал тоже. Но что человек пришёл, человек без футболки, лежит в шортах домашних, лежит, отдыхает, покушал. Может быть, он не хочет в таком видео на весь честной Ютуб. Это я привыкла в любом виде сниматься, и накрашенной, и не накрашенной, и с маской для лица, и с дулькой на голове. Это я привыкла, это у меня всё нормально. Это я тот человек, который красился даже, чтобы мусор пойти вынести раньше. Я себе не представляла, как это я на паспорт сфотографируюсь без макияжа. Сейчас абсолютно спокойно. Вот. Это самая уверенность в себе появилась. И, в общем-то, для меня очень странно. Почему я должна его... Ну, не хочет. Или я такая сижу, снимаю мукбанги, да? Ну, то бишь, снимаю, как я ем на камеру и что-то обсуждаю. А если муж хочет посидеть со мной поесть и обсудить наши физические моменты, ещё что-то. А если, ну, то есть, не хочешь, чтобы я это снимала? Ну, в общем-то. Поэтому очень странный был момент, что я, типа, должна... Ну, не все хотят сниматься. У меня, большинство моих знакомых ведут вообще закрытые странички в социальных сетях. Мало кого добавляют. Или у меня есть подруга, у которой вообще никто на неё не подписан, потому что у неё закрытая напрочь полностью страница. У неё вообще ноль-ноль-ноль подписчиков. Вот. Она ни на кого не подписана. Она сидит просто листает какие-то грубки, музычку слушает. Всё. Она не сидит в соцсетях. У неё их тупо нет. Я тоже такой была до поры до времени. Вот. Но это скорее был внушаемый момент. Меня заставляли удалить. Страница на этот этап уже пройдена. Я о ней много раз рассказывала и больше рассказывать не хочу. Вот. Я ничего удалять теперь точно не буду. Никогда. Вот. А ещё все фотографии, которые у меня там были, если кто-то соскучился по моим таким трэшовым фоткам из ВК, вот. Можете мне написать куда-нибудь. Я могу поделиться с вами. Открыть вам доступ. Дело в том, что они у меня есть, во-первых, в ВКонтакте в закрытых альбомах. Все фотографии. Все ржачные, стыдные, трэшовые, кринжовые, хайповые. Какие угодно. Все они у меня есть. Все они есть у меня в ВК, на моей новой странице. В закрытых альбомах. Почему в закрытых? Потому что, ну, просто я так один-вот один момент решила. Решила оставить какую-то основную массу фотографий, потому что, ну, опять же, делиться фотографиями новыми я решила в Инстаграме, напомнив о некоторой части каких-то старых фотографий, старых моментов. И, как бы, с учётом того, что я выкладывать ВК перестала, я решила оставить там какие-то основные фотографии. Все остальные, в особенности фотографии, дубляжи я оставила исключительно в Инстаграме. Не знаю, я решила почему-то на тот момент так. Ай, я очень не люблю запариваться этим моментом. Или как я там короткие видео скидывала в Инсту, типа, и в Инсту, и в Ютуб. Туда и туда. Типа, все длинные ролики только в Ютуб, а короткие туда и туда. И Инстаграм-сторис пыталась вести. Потом я поняла, что все это вообще не моя тима, я тогда буду очень сильно много зависать в социальных сетях, если я буду делиться и там, и там, и там, и там. Я вот поражаюсь просто людям, которые ведут огромное количество социальных сетей. Меня прям это задушило. Я прям очень сильно начала... Я не хочу понимать, что я все время там. Я все время с телефоном, я все время что-то снимаю, фотографирую, монтирую, выкладываю, переписываю со зрителями. У меня одно время, я на протяжении, наверное, практически целого года, я все время с кем-то разговаривала, разговаривала, разговаривала. Вот. То есть, ну, меня отнимало огромное количество времени. Ой, Инстаграм в особенности одно время. Вот. У меня бывало, что я то есть делаю педикюр. Обычно я делаю педикюр где-то на протяжении, ну, скажем так, часа. Я делаю педикюр с гель-лаком, но я промазываю сразу все ноготочки и кладу их в лампочку. В связи с этим экономится время. Естественно, это не так, что намазала на одной руке палец и сидим ждем, потому что на второй-то я не могу намазать. У меня же эта рука в лапе. У меня третьей руки нет, ногами не умею. И, конечно, из этого времени тратится больше. Но представьте себе, я на педикюр обычно трачу, на маникюр обычно я трачу около 4 часов. В среднем где-то так. Бывает больше, бывает меньше, но в среднем 4 часа. Потому что иногда я хочу по-быстрому. Просто все спилила, подчикала, подрезала, подделала под это самое, подшлифовала. Все, нанесла там базу. 20 цветных и финиш. Все, и поехали. Все, это самое. Ну, естественно, просушивая каждый слой. Вот. И дело все в чем? Дело все в том, что иногда я хочу по-быстрому. А иногда я хочу там наращивание, наклейки, песочек. По-разному бывает. Поэтому и время вот такое. В общем, тогда, в период активного ведения своих социальных сетей, я потратила, сейчас я скажу, я потратила 6 часов на педикюр, потому что я постоянно отвлекалась. Это был кобздец. Педикюр, конечно, классный получился. Но сколько я на него времени потратила? Потому что я-то потратила в основном время не на педикюр. Я потратила в основном время-то на социальные сети. И поэтому я не знаю, как люди некоторые ведут. Инстаграм прям со сторисами. И ютуб с тематическими роликами какими-то. И посты пишут. И телегу ведут. Я не смогла вести все это в параллель. Поэтому на данный момент я разграничила себе так, что в ВК я практически не захожу. Я захожу туда что-то почитать, какие-то новости, какую-то инфу в плане например, той же Есиноватой, как там в данный момент дела. Меня там можно, в принципе, найти. Я могу ответить на сообщение в личку. Я сижу там в чате Ганчубас Бара, в который я обожала просто ходить в 2011-2012 годах. Это был мой любимый бар. И нет, я никогда ничего не употребляла. Я отсылка о названии бара. Я никогда ничего не употребляла. Вот. Вообще никогда. И вообще ничего. Вот. Я очень честная девочка. Я не баловалась непонятно чем. Друзья баловались, я нет. И то не все друзья. Значит, о чем я? У меня просто был огромный страх, что... То есть, это что-то более серьезное. То есть, если алкоголь мутит сознание, то наркотики делают это еще сильнее. И у меня был огромный страх. Плюс я насмотрелась, как у людей там и вены отсыхают, и подбородки гноятся, и нас отваливают. Все вот эти моменты дикие, вот эти ломки. У меня часто в период подростковый мне часто попадали видео, где были наркоманы, где у них была ломка. Это все жуть, это все жесть. И, конечно же, я никогда ничего не употребляла. Если сказать, вообще никогда. Вот. Это... Вот. И поэтому, значит, я еще в этом чатике состою. Потому что мне просто очень нравится этот бар. Вот. Вне зависимости от названия. Мне еще очень нравился Detroit Bar, но с приходом ДНР он испортился. Вот. И я, честно говоря, даже не знаю, существует ли он сейчас или нет. Я еще знаю, что был бар Studio 5. Или Studio 8. По-моему, Studio 5. Он назывался... Я, по-моему, я даже не могу сказать с уверенностью прям, что я там была. Была, не была, не помню. Вот, честно. Не могу даже такой уверенности дать. Этот... Байкерс Бар тоже неплохой, но из них, из всех... Еще мне нравится кинокофей имени Ханжанкова. Но это такое место, куда ты такая... Не на вот такой волне идешь, а куда ты идешь на волне такая... Буномазала такая. Чексуля такая. Идешь, да? В таком каком-нибудь... Ну, как девочка-девочка такая. Прям вся такая. Я жду трамвая. Здравствуйте, приехали. Такая на флирте, такая коктейльная вся. Вот. То есть там ты идешь в таком уже образе. Вот. Как-то так. Поэтому я поняла, что вы можете найти меня в Телеграме и написать мне там. Но я его не веду. Вы можете написать мне в ВКонтакте, но я на данный момент его не веду. Но я отвечу. Вы можете написать мне в Инстаграме. Я его веду. Я отправляю туда фотографии свои в виде минутных видосов. Просто накидываю где-то 60 фотографий. 30 фотографий. Где-то так. Ну, 30 фоток в среднем на одно видео я накидываю. По 2 секунды где-то они показываются. Фотографии. Чтобы просто их не терять. И чтобы мои знакомые, друзья, родственники на меня подписаны, следить за моей жизнью. Чтобы они видели в этих фотках, как дела. Почему я стала делать так? Потому что в период, когда начали санкции, начались проблемы с заходом в Инстаграм, стал такой момент, что просто я... Пока фотка выложится, уже все сбрасывалось. И чтобы отправить то количество фотографий, которое я люблю делать, а это много фотографий. Это over много фоток. For the hero! Вот. То мне пришлось выходить таким образом. То есть одно видео мне позволяет все-таки закинуть 30 фотографий. А пока я эти 30 фотографий закину вручную, пройдет очень много времени. По одной фотке это очень долго. По 10 фотографий, что позволяет сделать пост. Тоже не могу. Сбрасывалось. И в общем-то, когда вот эти санкции начались, когда Инстаграм стал запрещенкой, когда были проблемы с VPN-ами, они переставали работать. Вот эти все моменты в связи с этим я приняла вот такое решение. И пока что на данный момент Инстаграм у меня ведется именно в таком стиле. Ну а Ютуб сюда я отправляю абсолютно все видео, абсолютно все-все-все свои видосики, которые я снимаю. То есть видео в формате меня можно посмотреть здесь. Фотоформат в Инстаграме. Отвечаю я, в принципе, здесь. Отвечаю в Инстаграме, отвечаю в ВКонтакте, отвечаю в Телеграме. Как-то так, как-то так. Еще у нас есть лайки, еще один канал. Вот такие пироги. Целую, люблю, бывает. И до новых встреч, до новых видео. Па-па! Пока-пока, друзья! И на хайл все, буду добро! Так, Дамир Владимирович сообразил себе из полотенечка такой вот шарфик с котиками. Такой свободный художник. Как будто приболел. Он еще тепленький такой, с сушилки. Вот так делаешь его, а потом волшешь. Вот так, да? Класс, вообще здорово. А потом волшешься. Супер. Субтитры сделал.